Добрый день, Жамбалат. Здравствуйте. Вы решили поддержать инициативу по Народному фронту. Хотелось бы узнать, почему? Ну, конечно, в последний период, последние годы я сам лично, можно признаться, критиковал Коммунистическую партию в казахской прессе. Писал о том, что, конечно, нужно признать, что есть моменты, по которым я Коммунистическую партию как коммунистическую идеологию в целом поддерживать не могу. Но я думаю, что на сегодняшний день фантик, он не особо важен. Можно выходить и от Коммунистической партии, и от Социалистической партии, и от какой-либо другой партии. Самое главное, я думаю, содержание. То есть я считаю, что в этот Народный фронт от имени Коммунистической партии должны выходить люди достойные, которые должны сидеть в парламенте, которые должны поднимать острые социально-экономические, политические вопросы. Которые должны говорить о отчаяниях народа высшей власти. Я думаю, что без такого дееспособного парламента, то есть крах страны, то есть какие-либо катастрофы, катаклизмы, имеется в виду политические, общественно-политические, неминуемые. Я думаю, что, конечно, в этом ключе я призываю, я считаю, что нормальные, действительно, оппозиционные силы должны войти в этот фронт и поддержать данную инициативу. Если вы завтра, ну, фигурально выражаясь, завтра придете в парламент, ваши первые инициативы, скажем так, на какие темы будут? Ну, тут я хотел бы сказать один момент. Я ни от какой-либо партии вчера, я тоже об этом заявлял, то есть идти в парламент не могу по партийному списку. Почему? Потому что у нас есть возрастной ценз, это 25 лет, то есть 25 лет гражданин Казахстана может участвовать в парламентских выборах, выдвигать свою кандидатуру на парламентские выборы, да? А как вы видите тогда сейчас свое участие, свою помощь? Я думаю, что, конечно, нужно активизировать молодежь, в первую очередь. Я считаю, что именно также нужно работать с людьми, у которых с национал-патриотическими силами в стране, с казахоязычной аудиторией. Я думаю, что в этом плане, в этом ключе я готов поддержать. Как вам кажется, молодежь сейчас казахоязычная или русскоязычная более активна в политическом плане? На данный момент нужно признать, что русскоязычная молодежь, она активнее. Почему? Потому что она в основном живет в городах, то есть читает интернет, газеты оппозиционные, да? Смотрят по интернету телевидение, то есть К+, спутниковые, иностранные могут читать на иностранных языках. В этом плане, конечно, у них более глаза открыты и более активны. Но я считаю, что казахоязычная молодежь – это огромный потенциал. Я думаю, что их нужно будить, с ними тоже надо работать. И недовольных среди них очень много. А кто с ними должен работать? В принципе, это же более протестная часть населения, чем русскоязычная молодежь, потому что она, как вы сами говорите, получается более образованная. А казахоязычная, она ограничена. То есть, откровенно говоря, приезжает молодой человек в город и сталкивается сразу с кучей проблем. И он как бы автоматически попадает в протестную часть электората. Так кто должен работать с ними, чтобы повышать, скажем так, именно их, наверное, политическую грамотность? Ну, давайте скажем так. Я внесу коррективы кое-какие. Я хотел бы сказать, что русскоязычная молодежь не образованнее, да? Она более активна, имеется в виду, в политическом плане, да? Я имею в виду образование, что есть доступ к интернету, более активный в этом плане. Ну, я думаю, что, конечно, в первую очередь должны работать НПО. Должны работать, я думаю, что через СМИ нужно будет создание, то есть делать изменения. Через интернет, то есть ваши газеты, телевидение, я думаю, что в этом плане должны работать. Но мы-то русскоязычные здания, вот вы как раз казахоязычный журналист. Конечно, мы работаем, да. Мы работаем, я думаю, что политические партии тоже должны свои ресурсы использовать в этом плане. Почему? Потому что в любом случае нужно, я думаю, работать со всеми протестными массами. Абсолютно. Я думаю, сейчас не надо разделяться на русскоязычных, на казахоязычных, на коммунистов, на социалистов. Самая главная цель, я думаю, что это изменение. Не в разделении, а действительно в дифференциации населения и поиска способов работы с ним. То есть мы же сейчас говорим о том, что, скажем так, под знамена народного фронта, фигурального выражения, должно встать как можно больше людей. И мы сталкиваемся с тем, что есть определенная часть населения, которую, честно говоря, даже сейчас как-то и непонятно, как зацепить информационно. Потому что оппозиционные партии, ну что там греха таить, да, они очень неактивно работают с сельским населением. Они неактивно работают в каких-то вот окологородских поясах, да, где больше заселено казахоязычное население. И получается вопрос, как бы, вроде как есть, вроде как есть протестный электорат. Причем, как мы сейчас видим, да, действительно проблемный, потому что там серьезные проблемы. Помните, два месяца назад было столкновение с властями в Думане, да, ну и как бы Шанрак это уже нарицательное имя в приеме. Это гетто, можно сказать, уже. Вот, и как бы и там получается, что работа не ведется. То есть даже сейчас, получается, при объявлении Народного фронта должны, наверное, быть какие-то силы, которые начнут работать вот именно с этими группами людей. Вот, допустим, готовы ли вы, как руководитель клуба, работать, или готовы ли вы подключить какие-то, соответственно, НПО в этом фронте? Мы сейчас, у нас есть организация «Рухпентель». Сейчас мы работаем над созданием более широкой организации, то есть имеется в виду, в нее войдут более еще известные люди, общественные деятели, в том числе и национал-патриотического толка, да, то есть деятели имеется в виду. Я думаю, что мы готовы работать, мы будем работать, то есть и сейчас мы очень тесно общаемся с этой молодежью, да, среди них очень много протестных людей, мы с ними общаемся, то есть раздаем листовки, газеты, да, то есть они пользуются нашими ресурсами, кое-какими, то есть это интернет, то есть, понимаете, открывать глаза нужно людям, да, это объяснять, проводим дискуссии, встречи, да, то есть в том числе и через клуб журналистов, и через этот клуб. И я сейчас думаю, что нужно создать, наверное, такой некий фронт тоже, и в этом плане вот, имеется в виду, с молодежью мы готовы работать, и активно будем вовлекать своих людей в это. Насколько молодежи сейчас интересно обсуждать эти вопросы? Вот, допустим, последнее заявление Мухтара Аблязова, вызвавшее резонанс в политической среде. Насколько интересно молодежи обсудить, например, эту тему? Ну, понимаете, вообще у нас общество достаточно политичное, да, достаточно, и очень сложно вообще, чтобы задеть людей, чтобы они обсуждали какую-то тему политическую, имеется в виду, даже инициативы властей, то есть проведение саммита, крупных каких-то международных мероприятий, они вообще в бытовой почве, то есть люди, простые люди об этом много не обсуждают. Я сам лично не видел это, это понятно, да. И, конечно, я думаю, что не только молодежь, само общество сейчас очень аполитично, и я думаю, нужно поднимать, вот, работать и в этом плане. Есть и фактор страха, допустим, молодежи, и родители, и учителя, допустим, да, и деканы, и другие начальники в вузах, они угрожают отчислениями, да. Родители говорят, что не надо ввязываться в какую-то проблему, да, в этом плане есть, да. Ну, понятно, этот фактор страха срабатывает, да, когда на выборы, например, надо идти. А кто мешает активизироваться в интернет-пространстве, чтобы просто обсуждать какую-то тему, допустим, увода денег из государства, то есть появилась информация, да, что там, к примеру, Тимур Кулебаев, там, или купил какой-нибудь многомиллион, потратил много миллионов, пять на какой-нибудь, там, коттедж в Швейцарии, да, или то, что на него где-то в Европе возбуждено уголовное дело. То есть это же речь идет о том, что выходят деньги из интернета, те деньги, которые могли же и на эту молодежь тратиться, на их же образование в виде грантов, да, или просто какую-то на социальную политику. Разве это, и почему это неинтересно? Это обсуждается довольно-таки в интернете, это очень бурно обсуждается, да. Да, если вы почитаете вот именно казахский сегмент интернета, сейчас очень многие обсуждают и семью Назарбаева, их зятьев, да, семью самого лично Назарбаева, да, это очень бурно обсуждается. Но дело в том, что, понимаете, это и на бытовой, допустим, на кухнях это тоже обсуждается. Мы часто общаемся, да, многие говорят, да, они не согласны с Назарбаевым, по языковой политике, да, по национальной политике, по другим вопросам, по коррупции, да, но именно выплескивать это на улице, свои чувства, свои эмоции, да, свое отношение к сегодняшней власти, они не готовы. Я думаю, что не готовы не только молодежь, но вообще самого общества. Я думаю, в этом плане нужно работать больше. То есть надо выводить, наверное, людей на акции, шествия. В этом плане, я думаю, нужно работать именно, понимаете, показывать, что... Но вы же видите, чем это заканчивается. Не надо чего-то бояться, да. Вывел Айнур Курманов 1 мая на акцию, сколько там, 200 человек вышло. Все закончилось разгоном, все закончилось арестами, значит, там, вынесениями решения об административной ответственности. То есть, а что, может быть, или мало народу выходит, или как-то не так выводить надо? Конечно, народу... ОЛГА и другие общественные организации проводили митинг против китайской экспансии, да. Довольно острая тема, да. Все, абсолютно все газеты, даже провластные газеты пишут о китайской экспансии и китайской угрозе, да. Вышло человек тысячу, да. Ну, это, это... Понятное дело, я думаю, что, возможно, нужны какие-то новые лидеры, новые люди, новые организации, новые лица, новые идеи. Почему? Потому что, я думаю, что, возможно, есть некое разочарование у людей. То есть, был когда-то ДВК создавался, да, был раскол, Акжол, опять раскол. Я думаю, в этом плане, вот, понимаете, люди, я думаю, утратили веру в оппозицию. И в оппозицию, и власть. Хорошо, вот народный фронт может выступить новой площадкой, в принципе, для новых людей. То есть, в этом же и идее. Приходите себя реализовать, что называется, правильно, на политическом поприще. Как вы думаете, сейчас какой эффект будет ожидаться? Пойдут люди или будут смотреть, скажем так, за всеми нами, теми, кто учредил, и, ну, как бы ждать, да, когда что-то произойдет? Ну, буквально вчера вот ко мне позвонило около пяти-шести человек, простых людей абсолютно, да, бюджетники, которые работают врачами, другими. Они готовы вступить в организацию, понимаете? Я думаю, нужно именно общаться с простыми, может, надо выходить, наверное, на улицы. Я думаю, что надо работать как секты, да, они выходят на улицы, общаются с людьми, да, узнают, что им надо, какие проблемы. И я думаю, что в этом плане, я думаю, что уверен, что народный фронт возможно, конечно, если нормально работать, и не закрываться просто, да, в своих СМИ, только говорить на нем, да, на К+, на других, допустим, СМИ, а выходить именно в люди, я думаю, что если это объяснять людям, что можно реализовать себя, допустим, да, выставить свою кандидатуру на парламентские выборы, да. Ну, я думаю, что среди учителей и врачей может быть не столько много желающих выдвинуть себя. Конечно, возможно, но это опять-таки фактор страха. Как вот эти люди готовы помогать? То есть вступить как бы, это для внутреннего сознания, прийти домой, сказать жене, вот я вступил. А что сделать? То есть готовы ли люди, например, листовки раздавать, участвовать в агитационной кампании какой-то, подтягивать своих знакомых для того, чтобы они голосовать шли и за фронт? Понимаете, сейчас сочувствующих оппозиции очень много, очень много. Я думаю, что, конечно, многие побоятся, наверное, те же учителя, бюджетники, выступить открыто, вступить в народный фронт. Но я думаю, как раз-таки раздавать листовки, собирать людей, да, агитировать, возможно, не в прессе, не через СМИ, да, не в открытую, но между собой об этом разговаривать, то есть доносить идею это до своих знакомых, друзей, людей. Я думаю, люди готовы к этому. Просто нужно объяснить, создать некий пул, наверное, который будет этим заниматься, простых людей, которые будут агитировать это. Я думаю, что нам всем надо использовать сейчас не только СМИ, да, а все рычаги, то есть интернет, своих знакомых, друзей, и через них доносить эту идею народу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова